Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Перед началом напомню, что курс персональной инвестиции стартует 26 июня, со следующего понедельника, трехгневный онлайн-курс, на котором мы систематизируем все знания по трейдингу и по инвестированию. Если вы начинающий трейдер, то буду рад вас видеть на данном курсе. Если вы трейдер, который понимает, что есть определенные пробелы, будь то технический анализ, фундаментальный анализ, либо управление рисками, то этот курс для вас также будет полезен. Ссылка на регистрацию есть под описанием к этому видео и в конце видео также появится в подсказках, поэтому зарегистрироваться на него вы сможете прямо отсюда. Итак, вернемся к нашему обзору. Пара евро-доллар по паре евро-доллар. Вчера в второй половине торговой сессии мы видели снижение в область локальных минимум в значении 1.1138. На текущий момент тенденция краткосрочно остается на снижение. Ближайший разворотный уровень для покупок по данной паре находится в области максимумов, которые были вчера, в значении 1.12. После преодоления данной отметки уже может начаться реализовываться сценарий на движение в область 1.13 по данной паре. Напомню, что среднесрочный уровень также по паре евро-доллар находится в области 1.11.09. Уход ниже как раз данного значения откроет нам предпосылки на более затяжное снижение по паре евро-американский доллар. Пара британский фунт, американский доллар. Также во второй половине торговой сессии мы видели уход ниже минимума в пятницу. Это значение 1.2750 закрепились ниже этого уровня. И на текущий момент наиболее вероятно движение в область поддержки 1.2644. В свою очередь, если пара уходит выше максимумов, которые были вчера, значение 1.2812, то вероятно начало сценария на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару. На текущем с краткосрочной перспективе мы снижаемся. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент остается также в восходящем тренде, восходящем движении. Ближайшая цель среднесрочная для преодоления это 76.32, уход выше данного уровня и закрепление за ним. В свою очередь, краткосрочные уровни, которые мы можем отметить в рамках текущего дня, это минимум, который был вчера, значение 75.83. Среднесрочный уровень находится на минимумах 13 июня, значение области 75.21. Для отмены, уже для начала нисходящего сценария. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое восходящее движение. По данной паре мы видим, в рамках текущих тенденций мы можем отметить то, что вчера пара обновила максимум пятницы, максимум 16 июня. И на текущий момент тенденция получила подтверждение как раз на укрепление. Ближайший разворотный уровень для продолжения продаж находится в области 110.63, минимум, который был зафиксирован также 16 июня. На текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Один из среднесрочных уровней, к которому вплотную подошла сегодня пара американский доллар и японская иена, находится на максимуме 2 июня, значение 111.71. Закрепление выше данного уровня откроет предпосылки на дальнейшее движение в области 112.12 и далее уже на 113.80. Пара американский доллар и канадский доллар вчера обновила локальный минимум, что в свою очередь подтвердило краткосрочное нисходящее движение по данной паре. Ближайшая цель находится в области 1.3165 и отмена данного сценария находится по ценам 1.3254, максимум, который был зафиксирован вчера. Если мы увидим уход выше локальных максимумов, максимум предыдущей торговой сессии, то вероятно уже продолжение восходящего движения по данной паре. И также здесь мы увидим тенденцию на укрепление американского доллара. Пара евро-фунт продолжает свое движение в нисходящем диапазоне, в нисходящем тренде. Один из локальных уровней, который мы можем отметить по данной паре, находится на максимумах, которые были вчера, максимум в области 87.76. Это краткосрочный уровень, среднесрочный уровень находится на максимумах 14 июня, значение в области 88.34. На текущий момент тенденция на снижение евро против британского фунта остается в приоритете. Золото продолжает свое нисходящее движение в рамках краткосрочных тенденций. Вчера мы видели уход ниже минимумов 15 и 16 июня, это область 1251 доллара за тройскую унцу, что в свою очередь подтвердило настрой золота пока на снижение. Также золото прошло среднесрочный уровень в области 1246 долларов за тройскую унцу. Это минимум, который был в середине мая зафиксирован. И на текущий момент тенденция на снижение в область 1217 долларов за тройскую унцу остается в приоритете. По крайней мере до тех уровней, которые мы отметили в рамках часового таймфрейма, ближайший максимум это 1257 долларов за тройскую унцу, максимум, который был зафиксирован в пятницу. Нефть марки Brent продолжает также торговаться в узком диапазоне. На текущий момент мы отметили локальные цели. Уровень сопротивления находится в области 48-46 для покупок, для продолжения продаж и для продолжения нисходящей тенденции по нефти. Это обновление минимума в области 46-46, минимум, который были зафиксированы в последние три торговые сессии. По индексу DAX сегодня с утра мы видим вновь обновление локальных максимумов, поэтому на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. А ближайший среднесрочный уровень, который мы можем отметить по данному активу, находится на минимуме 15 июня, значение 12616. На текущий момент тенденция на укрепление в этом инструменте остается также в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, курс персональной инвестиции со следующей недели, понедельник, среда, пятница, 3 дня, начало 18.00 по московскому времени. Ссылка сейчас появилась перед вами, поэтому регистрируйтесь и буду рад вас видеть на данном курсе. Всем спасибо за внимание и увидимся уже на следующих обзорах.